Стартовал новый сезон в российской премьер-лиге 14 бывало команд и два новичка Роттер и Химки до конца августа должны сыграть по 6 туров. Это очень много. В скандальном матче у Спартака отобрали победу Сочи 2-2. Напомню, когда вернулся прошлый чемпионат после большой паузы, тогда тоже был скандальный матч между Ростовом и Сочи. РПЛ вновь оповещает весь мир о своём возвращении. Арбитр данной встречи постарался, чтобы народная команда опять не сумела выиграть в стартовом туре. Напомню, что в прошлом сезоне было поражение Одинита. ЦСКА переграл новичка Химки 2-0. Последняя официальная встреча этих команд прошла 11 лет назад и завершилась в пользу армейцев 2-1. Кучаев автор гола и голевой передачи. Этот список увидим позже. Ещё не начался турнир, а у нас уже две тренерские перестановки в Ахмате и в Химках. Так что подмосковный клуб только около недели с новым тренером. Тамбову не помог новый логотип. Клуб уступил Ростову 0-1. Если учитывать и прошлый сезон, команда Карпина добыла первую победу за 7 туров. И ещё одна важная статистическая деталь. В прошлом сезоне Ростов дважды проиграл Тамбовским волкам. Мамаев открыл счёт своим голам. Правда, лучший его сезон был в Краснодаре в 2016 году, когда Павел заколотил 17 мячей в различных турнирах. У Фабита Краснодаром 0-3, обращаемся к прошлому сезону, в нём быки дважды были сильней. У Фимцы 4 последней игры не знают побед. Два поражения и две ничьи. Французский легионер Реми Кабела в прошлом турнире сыграл только 9 раз, а в этом забил уже в стартовом туре дубль. У Вандерсона два голевых пасса. Арсенал и Ахмат закончили в ничью 0-0. Это единственный сухой поединок. Про перестановки на тренерском мостике грозенцев мы уже сказали. На протяжении трёх розыгрышей в очных играх этих команд обязательно есть ничья. Последний раз Ахмат побеждал 4 тура назад. Урал проигрывает Динамо 0-2 и продлевает свою серию до 5 фиаско к ряду. Причём 4 поражения случились в Екатеринбурге. Динамо в коротком межсезоне удалось проиграть Химкам 0-2. В нашей игре забил гол полноценный игрок Синебелых Игбун, который до этого был в аренде. Себастьян Щеманский сделал 2 ассиста. Динамо впервые за 6 лет одержало победу в первом туре. Ротор не выдержал испытаний от действующего чемпиона Зенита 0-2. Волгоградцев тренирует один из четырёх зарубежных тренеров Хацкевич. Также тренер-легионер имеется у Спартака, ЦСКА и Локомотива. Напомню, что Ротор не выступал в элите 16 лет. Есть ощущение, что они вернулись надолго. Интересно, что в очных играх перевес на стороне волгоградцев 9 побед. У другого города-героя Ленинграда 7 побед. Вновь не везёт хозяевам поля. У них ни единой победы в этом туре. Рубин проиграл Локомотиву. Казанцы один из самых легионера подобных клубов чемпионата. 8 иностранцев в распоряжении Слуцкого. Здесь тоже был дубль по голевым передачам. Его автор 21-летний Дмитрий Рыбчинский. В этой игре было два удаления, одно из которых получил тренер-хозяев поля. Рубин не побеждает уже 4 тура. Следующий игровой отрезок состоится через несколько дней. Я уже сказал, что за 3 недели клубы должны провести 6 туров. Итак, Арсенал Уфа. 14 августа в пятницу. Далее Сочи-Химки. Игра прошлогоднего новичка и нынешнего. Фидун свое слово не сдержал. Спартак остаётся. Клуб играет опять на своём поле. На этот раз с Ахматом. В субботу 5 встреч. Рубин Урал. Динамо. Ротор ЦСКА Тамбов. И две занимательные игры между Локомотивом и Краснодаром. И Ростовом Зенитом. То есть представителями России в Еврокубках. Хорошая идея завершать тур в субботу. Мне это по душе. А сейчас перенесёмся к списку лучших бомбардиров и ассистентов. Кабелло из Краснодара первый, кто оформил дубль. Остальных игроков по одному мячу. Рыбчинский из Локомотива, Шаманский из Динамо и Вандерсон из Краснодара отдали по два голевых пасса. Таблица. Рано ещё делать какие-либо выводы. Озучу, что шесть команд выиграли первый тур. Это Краснодар, Зенит, ЦСКА, Локомотив, Динамо, Ростов. Все участники Еврокубков следующего сезона. Опять держим в уме ситуацию со Спартаком. Он мог стать седьмым клубом. У четырёх команд поражений тоже нет. Одну очко взял Сочи, Спартак, Ахмат и Арсенал. Два новичка, Химки и Ротор, а также Тамбов, Урал, Рубин и Уфа проиграли. По регламенту выбывают в НЛ две худшие команды. А клубы, занявшие 13-ю и 14-ю строчку, играют в стыковых матчах. Прямо сейчас узнаете о самых титулованных клубах России. Услышимся, как всегда, на спортивном. И время подписаться, ведь мы весь сезон будем озвучивать результаты РПЛ.